Тревожная кнопка на ОНТ. Здравствуйте! Ближайшая минута о ситуациях, когда требуется вмешательство и экстренных служб, помощь людей или правосудие. Будьте внимательны и делайте правильные выводы. В студии Анастасия Таранко. Смотрите прямо сейчас. Мясо с кровью. Двое гомельчан жарили у дома шашлык, а затем смертельно разругались. Без жалости. Шумилинский район. Кто превратил лес вокруг деревни в ловушку? Взялся за старое. За что 52-летнего мужчину задержали возле детского сада? Крутая телка. Чем закончился дерзкий побег породистой коровы? А у нас во дворе. Гомель. В оперативно-дежурную службу милиции позвонил местный житель. Мужчина сообщил, что нечаянно убил приятеля. Это произошло на улице Циолковского. 42-летний хозяин вот этого дома пригласил в гости 39-летнего знакомого. Общение мужчины запивали спиртным. Шашлыки вроде бы жарили. А что они там не поделили, не знаю. Жалко, конечно, молодые хлопецы. Почему не жить? Двое детей его малых. По неизвестной пока причине застолье переросло в конфликт. Хозяин дома ударил гостя кулаком в челюсть. Тот упал и больше не поднялся. Через 40 минут сомнительный победитель этого поединка сам вызвал милицию. На место происшествия был ближайший наряд патрульно-постовой службы милиции. Патрульные зашли в домовладение и увидели, что на земле лежит мужчина. А рядом находился еще один. Они туда же его и задержали. Такой футбол нам не нужен. Минск. Началась эта история еще летом. В одном из баров на улице Зыбицкой. Вечер перестал быть томным, когда одному из посетителей не понравилась майка туриста из России. На одежду гостя был нанесен логотип футбольного клуба. 31-летний россиянин получил несколько ударов по лицу. Инициатору околофутбольной драки удалось покинуть заведение до приезда милиции. Однако безнаказанной эта выходка не осталась. По записям камер видеонаблюдения подозреваемого в хулиганстве установили и задержали. В отношении 33-летнего минчанина возбуждено уголовное дело. Мимо кассы. Минск. В одном из торговых центров столицы магазин недосчитался значительной суммы. Стали смотреть записи камер видеонаблюдения и обнаружили удивительную сцену. Мужчина попросил кассира разменять 100-рублевую купюру. Дальше начались чудеса. Девушка спокойно позволила покупателю копаться в кассе. В итоге тот выгреб из лотка для денег в пять раз больше, чем предъявил для обмена. 500 рублей. В ходе расследования выяснилось, что ушлый покупатель приехал в Минск из другой страны. В момент совершения манипуляций с кассой вместе с ним были еще четверо туристов. Сотрудниками Фруненского РУВД задержаны пять сирожителей Российской Федерации за хищение денежных средств из кассового аппарата одного из торговых центров столицы. Возможно, бдительность кассира была притуплена с помощью внушения или гипноза. Мужчина, прорядивший выручку магазина, сейчас в статусе подозреваемого. Роль сопровождавших его выясняется. Мертвая петля. Шумилинский район, деревня Черенка. Кто-то захотел по-тихому рожиться мясом и превратил близлежащий лес в ловушку. Сотрудники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира отправились туда с проверкой и столкнулись с жестокой реальностью. Сразу и не заметишь. Варварский расчет того, кто установил ловушку в лесной чаще. Стоит животному сунуть голову в петлю, и оно станет добычей браконьера. Надо сказать, что наша рейдовая группа оказалась в этих местах не случайно. Инспекторы располагали информацией, что один из местных жителей, который, кстати, уже дважды привлекался за браконьерство, снова взялся за старое. Установка петель в Беларуси вне закона. В этом лесу инспекторы обнаружили 44 коварные ловушки. Одна из них затянулась на шее лося. Он сейчас задушится. Отходи, обрезай, обрезай и сразу сюда. Отвободи чуть-чуть. Постучи, постучи. Дыши. Давай, давай. Оп! Давай, пошел тихонечко. Тихо. Нормально, очуняю. Этому сахатому повезло. Инспекторы успели спасти животное от медленной и мучительной смерти. Другая петля погубила его сородича. Мертвый лось стал уликой. Рейдовая группа поспешила домой к подозреваемому в браконьерстве. На подворье у него обнаружили еще 8 петель, которые были сделаны из тех же материалов, что и петли, установленные в лесу. Это были металлический трос и капроновый трос, такой специфической окраски. Подозреваемый признал, что петли в лесу установил он для добычи кабана и лося. В загубленный лось обойдется браконьеру более чем в 7 тысяч рублей. Есть в белорусском законодательстве и более суровые наказания за несанкционированную охоту. Ребенок под замком Калинковичи. В 16.21 в службу спасения поступило сообщение, что двухлетний ребенок оказался заблокированным в автомобиле. Машина с малышом внутри была припаркована на улице Фрунзе. В Мерседесе по какой-то причине сработала блокировка центрального замка. Спасатели сумели снаружи отключить запирающую все двери систему. Ребенок не пострадал. Индивидуальный предприниматель. Автодорога Молодечно-Нароч. Сотрудники ГАИ остановили микроавтобус «Фольксваген». За рулем был 28-летний бизнесмен из Молодечно. Началось с того, что владелец транспортного средства не прошел техосмотр. А закончилось все куда хуже. Для предпринимателя. Офицеры обратили внимание, что автобус перегружен. Решили проверить. Оказалось, что «Фольксваген» битком набит пятилитровыми емкостями со спиртом. Насчитали 120 бутылей. Без сопроводительных документов. К 600 литрам спирта прилагались 12 бутылок импортной водки, не маркированных белорусскими акцизами. Водитель пояснил, что приобрел все для личных нужд в России. Не довез до дома полтора километра. Ведется разбирательство. Такси обошлось бы дешевле. Мозырь вечер. Патруль ГАИ решил проверить подозрительного водителя. Машины тут управлял как-то неуверенно. Да и его «Форд» показался офицером знакомым. На требования об остановке человек за рулем отреагировал неадекватно. Ему стоять, а он свернул с дороги. Право руля и стоп-машина на газоне. Сдаваться водитель все равно не собирался. Буквально утащил за собой одного из инспекторов во двор дома. Там при помощи второго патрульного беглеца удалось усмирить. Причины подобного поведения водителя вскоре прояснились. В 2016 году лишен прав за управление машиной в нетрезвом состоянии. На этот раз выехал с двумя промилле алкоголя в крови. Стремительный москвич. Еще один репортаж о буднях инспекторов ГАИ из Мозыря. На этот раз дело было ночью. Милицию сообщили, что неизвестный водитель на раритетной машине устраивает на улицах авторадео. Инспекторы ГАИ быстро вычислили приметный москвич. Его водитель, когда увидел позади себя служебный автомобиль с включенными мигалками, поступил по правилам. Съехал на обочину, чтобы пропустить. И только потом понял – приехали за ним. Уважение к правилам мгновенно сменилось их полным отрицанием. Ветеран дорог резво рванул с места. Попытка оторваться от погони успехом не увенчалась. Москвич оказался в тупике. Водитель продолжил чудить. Машину он покидал через пассажирскую дверь. И снова идея оказалась плохой. Компания осталась без шофера. Как выяснилось, москвич 1985 года выпуска был приобретен накануне. Владелец даже не успел его оформить. Впрочем, как и не успел закончить автошколу. Теперь заветный экзамен, по всей видимости, переносится на более поздний срок. На 22-летнего Мазырянина составлено сразу 9 протоколов. Тревожная кнопка на ОНТ. Мы продолжаем рассказывать о ситуациях, когда требуется вмешательство экстренных служб, помощь людей или правосудие. Двухколесные маньяки. География этого уголовного дела охватывает 4 области республики. Содержание проводили сотрудники Первомайского РОВД Витебска. В наручниках оказались житель Минска и его приятель из Борисова. Обоих подозревают в серийных кражах велосипедов. На первых же допросах задержанные дали весьма любопытное пояснение своего поведения. В гараже 28-летнего жителя Борисова оперативники обнаружили сразу 8 велосипедов. Ранее они пропали в других городах Беларуси. Есть основания полагать, что свой криминальный след мужчины оставили в Речице, Мозыре, Кобрине и других городах. Организатор краж, пользуясь тем, что его работа носила разъездной характер, совершал хищение велосипедов. А после на машине приятеля уже вдвоем они увозили их в Борисов. 33-летнего гастролера из Минска задержали в Витебске. Мужчина рассказал, что вместе с борисовским приятелем собирался в будущем открыть прокат велосипедов. Во, в Мозыре был и все. А так больше я не знаю. Конкретно в Витебске сколько велосипедов украли? В Витебске три. Глядь, поверх текучих вод Деу белое плывет. Гомельский район. В водоеме возле деревни Тереничи почему-то оказался автомобиль. Спасатели запечатлели, как извлекали из воды транспортное средство. А вот как оно туда попало, известно пока только со слов владелицы. Сотрудникам ГАИ женщина пояснила, что ей за рулем стало плохо. Деу заехал в водоем. Автомобиль затонул не сразу. Женщина успела вызвать по телефону из деревни родственников. Они помогли ей выбраться на берег. По данному факту ГАИ проводит проверку. По-братски. Молодечно. В милицию обратился местный житель с заявлением о пропаже автомобиля. Мужчина рассказал, что ехал на своем «Опеле» на работу. На улице Волынца машина сломалась. Владелец затолкал автомобиль в ближайший двор. Когда пришел туда через три дня, «Опеля» там уже не было. Милиционеры нашли пропажу в одной из деревень Воложенского района. Оказалось, что перегнали ее туда двое братьев из Молодечно и подарили местному жителю. Владелец считал, что «Опель» сломался. Угонщики же без особого труда завели и поехали. После задержания братья пояснили, что им не понравилась чужая машина, которая стоит на их парковочном месте. Покатались и презентовали родственнику. Тот принял подарок как должное. Чудеса на виражах. Слудский район. Около 11 часов деревенские жители сообщили в милицию о подозрительном автомобиле. Своей полосы водителю было явно мало. «Опель» то выезжал на встречную, то цеплял обочину. Патруль ГАИ обнаружил виляющую машину в нескольких километрах от деревни Кирова. Водитель проигнорировал требования остановиться и даже попытался оторваться от погони. Такому поведению воспротивилась даже сама машина. Патруль после недолгой погони прижал «Опель» к обочине. Вот только выйти из машины ни водитель, ни его пассажир по-человечески не смогли. Автоматика заблокировала двери. Пришлось нарушителю заняться йогой. По всем признакам мужчины из «Опеля» были нетрезвы. Вскоре выяснилось, что и машина им совсем чужая. Угнали в Слуцке. В криминальном букете распустились и другие цветочки. Двое из краденого «Опеля» водительских прав были лишены по пьяной статье. Тот, который в момент задержания был за рулем, уже попадался нетрезвым повторно. Примечательно, что машину успели угнать и найти, пока владелец спал после ночной смены. Милицию вызвали в детский сад Гродно. За помощью обратилась воспитательница дошкольного учреждения. Неизвестный мужчина устроил у ограды садика непристойный перформанс. Мужчина бросал детей из шишки. Дети подходили к нему, после чего мужчина доставал свой половой орган и проводил непристойные манипуляции при помощи рук. На место была, соответственно, оперативная группа. На момент ее прибытия на место преступления мужчина еще находился там. Эксгибиционист оказался жителем Гродно 1967 года рождения. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления на сексуальной почве. Потом его неоднократно задерживали за появление пьяным в общественном месте. Теперь опять взялся за старое. Как нам стало известно, бдительную воспитательницу, которая оградила детей от непристойного зрелища и вызвала милицию, ждет поощрения по линии МВД. Кружок по интересам. Минск. Мужчина приехал в столицу на поезде. Вокзала повстречал компанию. Как вскоре выяснилось, у четверых местных жителей и приезжего есть кое-что общее. Ранее отбывали наказание в одном из правительных учреждений. Как тут не выпить? Гости столицы тоже пригласили. На этом видео мужчины дружно куда-то направляются. Приезжие в голубой куртке. Ему сказали, что идут на квартиру к одному из новых знакомых. Однако отведать их гостеприимство молодому человеку пришлось, не доходя до дома. В ближайшем сквере. Остановили молодого человека, ударили его по голове, забрали все деньги и одежду. Одежда нужна была одному из фигурантов, так как он недавно освободился из мест лишения свободы. Забрали верхнюю одежду и кроссовки. Оставили ему лишь сланцы одного из фигурантов. Квартет подозреваемых задержали по горячим следам. Можно сказать, тех самых сланцев. Скверную историю с насильственным переодеванием сейчас изучают в Следственном комитете. Программа «Тревожная кнопка» открыта для сотрудничества с первоисточниками тематической фото и видеоинформации. Вы видите на экране адрес нашей электронной почты. Делитесь важным со всеми и с нашей помощью. Дело. Табак. Польша. Вблизи города Минск-Мазовецкий задержаны четверо граждан Беларуси. Правоохранительные органы соседней страны сообщают, что наши соотечественники входили в состав преступной группы. Вместе с ними под подозрение в нарушении польских законов попали двое местных и украинец. Кадры штурма подпольной табачной фабрики. Судя по надписям на бронежилетах силовиков, это польские пограничники. Контрабанда сигарет, постоянная головная боль структуры. На этот раз злоумышленники перешли все границы. Они наладили производство уже на территории Евросоюза. Сообщается, что оборудование позволяло изготовить до трех миллионов сигарет в сутки. Возможные убытки польской казны исчисляются тоже миллионами. Ведется следствие. Семеро фабрикантов находятся под стражей. Среди них и четверо граждан Беларуси. Укращение строптивой. Гомель. На выставке домашних животных приключился казус. Когда породистые экспонаты уже грузили для отправки обратно в хозяйство, одна из участниц решила продемонстрировать свой норов. Возмутительницей спокойствия стала полуторагодовалая корова. Телка породы Шарале выпрыгнула из кузова грузовика на землю и устроила родео. Сопровождающие лица пытались укротить строптивицу. Удержать 600-килограммовое животное за веревку у мужчин не получилось. Корова вырвалась и обрела свободу. Прогулка была недолгой. Через несколько минут животное вернули в грузовик и отправили по месту работы. В СПК Кузьминичи Добружского района. Никто от коровьего экспромта не пострадал. На этом прервемся. Напомню, что все выпуски программы «После показано ОНТ» доступны для просмотра на нашем официальном YouTube-канале и в популярных социальных сетях. Там же можно увидеть сюжеты, не вошедшие в телеверсию. Эфир в следующей тревожной кнопке днем в пятницу, 27 сентября. Смотрите нас в 16.20. Подождите.